Добрый день, дорогие зрители канала Домашняя Чаев с Мариной. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И очень часто я говорю вам такие слова, что если у вас сегодня что-то болит, подумайте о том, что вы сделали вчера для того, чтобы не болели сегодня. Очень много видео по тематике самоисцеления у меня на моём канале. И сегодня мы поговорим тоже о том, как вы можете себе помочь при заболеваниях, которые преследуют вас и порой бывают очень мучительные. А поговорим мы сегодня об обычном лопухе. Да-да, лопух, который растёт при дороге. Я сразу хочу рассказать о том, что лопух очень используется широко в народной медицине. В лечебных целях чаще всего применяют корень растения, но и листья, и плоды являются необыкновенным целебным средством. Листья лопуха мы начинаем собирать, начиная с мая и заканчивая до сентября. А вот корни у растения первого года жизни заготавливают в основном осенью, с сентября по октябрь. А если растение уже растёт второй год, то корни можно собирать и весной, с конца апреля до конца мая. В первый год своей жизни растения накапливают в корни все полезные вещества, поэтому корень в это время очень сочный и миосистый. А накопленный запас полезных веществ начинает тратиться только на второй год жизни растения. И питательные вещества расходуются на формирование стебля, корень становится дряблым, деревянистым, и лекарственных и кулинарных целей уже не представляет. Поэтому обратите на это внимание. Вы же знаете, что мы закатавливаем, выкапываем корень, очищаем, промываем холодной водой, режем на кусочки, высушиваем. Его можно разрезать на маленькие кусочки. И высушиваем в проветриванном помещении. И потом храним с вами до 5 лет. А вот листья хранятся 1 год. И очень важно, листья можно также использовать и вот когда они только растут, свежие листья. Итак, мы поговорим о полезных свойствах лопуха. Обратите внимание, что лопух обладает мочегонным, желчегонным, патагонным и умеренно болеудаляющим свойством. Очень многие знают, что корень лопуха способствует образованию ферментов поджелудочной железы. Воздействует как легкое ослабительное, улучшает состояние кожи. И имеет антимикробное, антисептическое, дезинфицирующее свойство. Лопух избавляет от зуда, от аллергических проявлений. Мы используем как ранозаживляющее, противодиабетическое свойство, исходя из этого, вы понимаете, и противовоспалительное. Обратите внимание на то, что можно готовить настои из корней лопуха. Это берем до 20 граммов измельченных корней. Заливаем двумя стаканами кипятка, настаиваем час где-то в термосе и употребляем средство в теплом виде по полстакана 3-4 раза в день после еды. Обратите внимание, что лопух, такой вот настой, мы пьем при почечной и желчекаменной болезни. Является сильным желчегонным средством. Очень хорошо использовать лопух при ревматизме, при подагре, при сахарном диабете, при язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, при гастрите, при геморрое, при экземе, при эссудативном диатезе, при фурункулезе, при рахите. Длительность лечения идет от 20 до 50 дней. Это очень важно, потому что лопух имеет свойство накопления в организме. Настоем корня лопуха очень хорошо смазывайте кожу, раны, язвы, бородавки, полоскать горло при янгине, при стоматите. Очень хорошо мыть и протирать кожу головы. Лопух помогает избавиться от выпадения волос, восстановить ваши волосы. Вы можете также использовать настой листьев лопуха. Для этого также вы берете 3 ложки листьев порезанных, ну грамм 60 где-то. Заливаете тоже кипятком и уже настаиваете более длительно, до 4 часов. Можно с вечера сделать до утра. И вот этот настой вы употребляете по стакану 3 раза в день при язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки. И очень важно, камни в почках и печени раздрабливает, очень мягко выводит. Мы используем и настой семян вот таких лопуха. То же самое, заливаем одним стаканом кипятка, всего лишь 20 грамм семян. Настаиваем час и употребляем по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Это очень сильное средство при хронических запорах. Корень лопуха, конечно, более имеет сильные действия. Мы делаем отвары. Кипятим на слабом огне минут 20 и настаиваем потом до 30 минут. Процеживаем и используем по 1 столовой ложке 3-4 раза в день после еды. Такое средство очень хорошо помогает, опять же, при мочи и желчекаменной болезни. Воспаление мочевого пузыря, ревматизм. Обратите внимание, все, у кого есть артрозы, артриты, подагра, остеохондрозы. Также при простуде он также является очень хорошим патагонным средством. Очень лопух хорошо нам помогает, так как я сказала, при суставных заболеваниях. Можно листья даже срывать, помыть, чуть-чуть вот так руками подавить и прикладывать к больным суставам. Вы не поверите, как лопух вытягивает боль. Если у вас отекают колени, если у вас судороги к мышцам, можете икроножным вот так вот прикладывать, слегка чем-нибудь укутать, лопух просто становится как папиросная бумага спустя несколько часов. Он очень-очень хорошо вытягивает все эти средства. Всегда лопух мы использовали при артрозных заболеваниях, ревматизме, всех видов и наружной, и пьем вовнутрь. Очень хорошо применять при подагре, когда сильные боли. И также можно добавлять такие отвары в ванну. Обратите внимание, сок из листьев лопуха или опять же настой отвары. Мы используем, если есть раны, язвы, ожоги, пролежни, если есть любые накожные заболевания. Можно сделать и мазь из лопуха. Для этого 25 грамм листьев и корней лопуха кипятим в половине стакана воды на протяжении 20 минут. Делаем такую вытяжку и процеживаем. И полученную смесь растираем со 100 граммов сливочного масла. Мы используем для профилактики и лечения инокожных заболеваний, облысения, для лечения ожогов, обморожений, пролежни, любых кожных заболеваний. Это очень хорошее средство. Лопуха используем всегда для улучшения роста волос, при заболевании кожи, при псориазе, при сибореи, при ожоге лопух также очень-очень хорошо помогает. При любом кожном зуде, при головной боли прикладывают листья лопуха к больному месту. Мне кажется, что в народной медицине лопух это растение, которое, наверное, используется более чаще при любых заболеваниях. Действительно так можно сказать. Я часто вам говорю, что одно растение действует минимум на 7 заболеваний. И действительно, лопух используют и при водянке, и при геморрое, при рахите, золотухе, при фурункулезе, при хронической экземе. Применяют даже при отравлении, даже при отравлении ртутными препаратами. Прикладываем при укусах комаров, ядовитых животных даже используем. Отвар лопуха даже использовали в старину, а может быть даже в недавнее время, при венерических заболеваниях. Но всегда запомните, лопух-равно ломотев сустава. Все болезни сустава используйте и вовнутрь, и листья отвар, и корни лопуха, и наружно прикладывайте листья лопуха. Вы действительно получите очень быстрое облегчение. При камнях в почках, при камнях в мочевом пузыре, при дерматитах, это очень хорошее средство. Также лопух мы используем и при опухолевых заболеваниях. Можно применять и корень лопуха, и листья лопуха отвариваем. Используем и с медом, и настаиваем на медицинском спирте. И потом эту смесь настаиваем 2 недели, употребляем по 1 столовой ложке 3 раза в день. Поэтому это очень сильное средство, пожалуйста. А вот если беспокоят боли в поджелудочной железе, применять такой отвар из корней лопуха очень хорошо. Всего лишь столовую ложку сухих корней заливая двумя стаканами воды, настаивает. После этого можно даже прокипятить этот корень, чтобы лучше вытяжку получить. Употреблять в теплом виде 3 раза в день после еды в течение дня. Помогает восстанавливать ферменты. Очень хорошо. Все, кто болеет астмой, также вы можете применять по 1 столовой ложечке. Или пить по полстакана настоя лопуха. Очень хорошо помогает. Лопух помогает и при ушибах. Просто на место ушиба привяжите несколько листьев лопуха и проходит очень быстро. Дорогие женщины, в конце видео хочу обратить внимание на такую ситуацию, если у вас появилась боль в груди. Обязательно консультируйтесь с врачом, не замедлите. Обязательно нужна консультация. Но обратите внимание, что можно приложить к груди листья лопухов и в течение 2-3 часов подержать этот листик. Боль утихает и проходят и мастопатии, и боли в груди. Поэтому обратите на это внимание. Но все-таки консультация врача всегда должна быть обязательно. Если вы где-то в дороге, в пути, если у вас какие-то проблемы с желудком приключились, это тоже, как и обезболивающее средство. Поэтому грудь всегда будет вам в помощь. И всегда вам посоветуют лопух при заболеваниях и нарушении функции печени. Обратите внимание, все, кто болеет холециститами, гепатитами. Вот этот репейник всегда вам в помощь. Дискинезия желчевыводящих путей, хронический панкреатит. Это ваша трава. Также циститы, уретриты, отеки, мочекаменная болезнь. Это все вам в помощь. А если вас замучила язва желудка, вы можете просто выкопать корень лопуха, хорошенько промыть и съесть его сырым. И при этом вы должны учитывать, что все полезные вещества растения сохраняются очень недолго, вот в таком виде. И его надо скушать как можно быстрее, сразу после его выкапывания. Исцеление наступит очень быстро. Лопух практически не имеет противопоказаний. Но я считаю, что если есть наличие крупных, больших камней в желчном, в почках, в мочеполовой системе, это может быть риск движения камней. Тогда вы должны самостоятельно понимать, какая большая ответственность у вас при вашем заболевании. У некоторых лиц возможно возникновение аллергической реакции, как индивидуальная непереносимость препаратов лопуха. Лечение лопухом вообще-то не запрещает даже беременным и кормящим мамам. Но, пожалуйста, тоже только с разрешением и под контролем врача, под строгим контролем лечащего врача. Потому что все эксперименты в таком состоянии могут быть чреваты для женщины и для ребенка. Надеюсь, мои советы вам интересны. Лопух проверенное средство народной медицины. Поэтому, если вы где-то гуляете в лесу, просто в хорошей парковой зоне, и вы увидели лопух, не проходите мимо. Сорвите хотя бы несколько листиков, принесите домой, засушите, и пусть лопух всегда будет вам в помощь. А я создала специально плейлист для вас «Травы для вашего здоровья». Поэтому используйте рецепты народной медицины для самоисцеления. Спасибо, что вы были со мной. Просматривайте мои видео по тематикам. Плейлисты соответствующие. Есть и польза, и вред продуктов. О травах есть, о самоисцелении, о детоксикации организма. Я думаю, что мой канал вам в помощь для самоисцеления. Подписывайтесь, поставьте класс, чтобы сохранилось это видео. Поделитесь им в соцсетях, для кого-то оно будет очень важно. И мы не потеряем друг друга.